Ребята, ворон и чаек за окном нет? Чего расщебетались? Успокойтесь. Так, а что это за люди? А, им Виталий про нас рассказывает. Жаворонок степной, черный жаворонок, дубровник, клесты, сосновики, еловики, краснокрылые чечевичники, удоты вот тут летают, белоглазки японские, листовки. Вообще по образованию Виталий Семуткин медик, а дружба с пернатами это скорее хобби, которая появилась у него еще в детстве. Вместе с дедушкой он изучал, у кого красные шейки, длинные клювы или яркий окрас. Потом уже во взрослом возрасте случайно нашел птицу на улице, принес домой и понеслось. Мне уже стало интересно поэкспериментировать с приручением той или иной птицы. И чем дальше, тем сложнее. То есть хотелось поэтапно обращаться все к более и более сложным птицам, когда особенно канонически считается, что эта птица неприручаема. Как, например, я. Золотистая щурка. Мы в неволе обычно вообще не выживаем. Питаемся только пчелами, осами, шмелями, причем лоим их на лету. А Виталий научил с мисочки есть небывалый случай. Рацион раздельный. Потом на балконе уже появились соловьи, вертишейки, ласточки, козадои и даже тукан из Латинской Америки. Все хорнитолог выходил и вырастил. И постепенно лоджия, которая площадью 6 метров, заполнилась клетками, а двери в комнату и кухню перестали закрывать. А то птицам где-то надо крылья разминать, а некоторым и связки. Одна особь в этом птичьем базаре все-таки не участвует. Внакомьтесь, попугай Жора. Ему два года, и он очень любит читать стихи и петь песни. Правда, в окружении незнакомых людей он зажимается и стесняется, но мы знаем, как его немножечко раскрепостить. У него есть любимая песня про моего тезку Антошка. В квартире теперь живет свыше 300 маленьких птичек. Но разом все хорнитолог не выпускают летать. А то особо задиристые удоды могут распушить хвосты и хохолки против своих собратьев. За годы приручения Виталий, кажется, и сам натренировался понимать щебет каждой отдельной птахи во всеобщей треле. Разобрался с тонкостями питания и теперь собирается начать их разводить, что тоже почти невозможно. Но на этом балконе, как у Ноя в ковчеге, каждой твари по паре. С ними весело и радостно. Птицы нам совершенно не помеха. Наоборот, они когда поют, и даже есть такая теория звуковых волн, что там начинают все микробы убиваться. Людмила помогает супругу создавать детскую радиопрограмму про птиц. Об их жизни ведущие повествуют в форме сказок. Реальность же намного прозаичнее. Уборка дома каждые двое суток и выстиранное белье все-таки приходится газетой накрывать. А так, ко всему уже все привыкли. Даже соседи не замечают. Один лишь Жора скучает по хозяйке. Так, Жора, соберись. Овсянки, снегири, готовимся. Вороны на подлете. А мы на 19 этаже. Нет, да лед. Ладно, пора уже и червячка заморить. А люди с непонятной треногой оказываются это Антон Зыков, Константин Соловьев, Алексей Гаврилов, Ирина Федорук и Александр Зарецкий. НТВ Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok